Молодые последователи Менделеева, химики со всей страны, приехали в Новосибирск. В Академгородке пройдет финал студенческой олимпиады. Решать сложные задачи и уравнения участники начнут 3 февраля. А сегодня слушали лекции известных ученых. Язык формул Татьяна Ширяева, студентка Нижегородского университета имени Лобачевского, знает отлично. На сайте зимней школы НГУ прошла тест по химии, набрав нужное количество баллов. Но ей, как и другим студентам в этой аудитории, трудно понять лектора без перевода. Много специальных терминов. Это новый опыт для меня, слушать впервые на английском языке лекцию. Здесь лекции больше посвящены, я так понимаю, более современным методам исследования. То есть они более рассчитаны как раз на современные реалии, потому что те знания, которые дают в университете, они более фундаментальные. То, что здесь, оно прям уже применяется вот сейчас. Профессор Манчестерского университета Джон Хэллиуэлл рассказывает об источниках синхротронного излучения. С помощью новейшего оборудования ученые могут исследовать клетки живых организмов в режиме онлайн, увидеть, как работают ферменты, биомолекулы и оценить, насколько эффективны лекарства. Я выступаю с двумя научными лекциями. Одна лекция — это мастер-класс, ролевая игра, как развить навыки, которые необходимы для занятия наукой. Именно этому посвящена книга, которую я подарю вашему университету. Она о том, как правильно заниматься исследованиями, чтобы успехов было больше, чем поражений. В аудитории лучшие студенты-химики из Москвы, Петербурга, Казани, Самары, Владивостока, Уфы, Севастополя и других городов. Все прошли отборочный этап Олимпиады зимней школы НГУ. Финал 3 февраля в Новосибирском госуниверситете. Победители получат денежные призы от 200 до 300 тысяч рублей и сертификаты на стажировку в крупных научных организациях, например, в Институте катализа и Международном томографическом центре. А пока лекции, семинары, мастер-классы. Молодые люди побывают на экскурсии в технопарке Академгородка, а также в Институте неорганической химии посетят Центральный Сибирский геологический музей и смогут пообщаться со своими потенциальными работодателями. Для организаторов зимней школы это, конечно, очень большие затраты, потому что Новосибирский госуниверситет оплачивает для иногородних студентов дорогу туда и обратно, проживание и питание. Но при этом ученые говорят, что цель полностью оправдывает средства. Зимняя школа демонстрирует возможности НГУ и привлекает иногородних студентов в нашу аспирантуру. Закончив ее, талантливая молодежь будет трудиться во благо сибирской науки. Анатолий Харитонов, Александр Ведерников, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok